Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Главы Министерства и ведомств в крупнейших предприятиях региона. В здании правительства состоялась торжественная инаугурация губернатора Самарской области. Более 60% объектов соцсферы уже подключены к отоплению. 25 сентября в столице региона официально стартовал отопительный сезон. Настоящее мастерство в точности приземления к групповой и индивидуальной акробатике. В Самаре стартовали соревнования на Кубок Вооруженных сил России по парашютному спорту. Громко, ярко, масштабно. В Самаре завершился 21-й международный конкурс баянистов «Виват Баян». Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Инаугурация состоялась в Доме правительства. В церемонии приняли участие полномочный представитель президентов в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, депутаты российского парламента, члены политических партий, руководители субъектов страны. О потогах прошедшей пятилетки и о планах на будущий срок главы региона Дмитрия Азарова – репортаж нашей съемочной группы. Результат неоспорим. Дмитрий Азаров на прошедших выборах получил абсолютное большинство голосов. Кандидаты на пост губернатора поддержали больше 83% проголосовавших жителей Самарской области. Если в 2018 году люди голосовали за надежду, то в 2023-м отдали свой голос за уверенность. Жители действительно, и Дмитрий Григорьевич отметил это, проявляют все большую активность, все более сознательно подходят к определению тех политических процессов, которые проходят на территории области, потому что в конечном итоге это отразится на каждом из них. За прошедшие пять лет, во время которых Дмитрий Азаров руководил регионом, жители почувствовали существенные позитивные изменения. Дороги и мосты, школы и детсады, больницы и поликлиники, новые скверы, площадки, благоустроенные дворы, спортивные объекты и отремонтированные дороги – все это стало нормой жизни в регионе. Сохраняя такие добрые традиции, нужно двигаться только вперед. Это отмечает как сам Дмитрий Азаров, теперь уже официально губернатор Самарской области, так и собравшиеся на церемонии инаугурации почетные гости. Сегодняшнее мероприятие – это посыл к тому, что в следующие пять лет область будет достойно, надежно, уверенно развиваться. Это касается и промышленности, это касается и сельского хозяйства, и всех-всех сфер общей деятельности. Под началом главы региона продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как мост через Волгу. О транспортном коридоре Европа-Западной Китая жители Самарской области мечтали и с нетерпением ждут открытия этого перехода. В 2024 году завершится реализация крупного проекта, и мост станет частью международной развязки. Он многое сделал для жителей Самарской области, много программ, касающихся и переселения, и заваримого жилья, и здравоохранения, и детских садов, и системы образования. Так или иначе связаны с ним. И многое сделано, и сделал большой задел, который требует своего продолжения. Во время церемонии инаугурации отдельно руководители соседних субъектов отметили, как сильно меняется Самарская область. Главы регионов выразили надежду, что и за следующую пятилетку губерния преобразится. И изменения к лучшему невозможны без профессионалов, которые сейчас формируют управленческую команду региона. Развитие будет, потому что именно такая команда сформирована на основе компетенции людей, на основе эмоциональной составляющей любви к своему региону, которые хотят работать, которые способны это делать, и которые сделают действительно большие успехи в территории. Во время предыдущего срока Дмитрий Азаров внес большой вклад в помощь военнослужащим. Глава региона не раз посещал зону проведения спецоперации. Защитники рассказывали губернатору о своих нуждах, и все потребности были удовлетворены. От помощи в получении отпусков до дополнительной экипировки, чтобы каждая боевая задача была выполнена. Во время новой пятилетки продолжится и адресная поддержка семей военнослужащих. Все предыдущие пять лет были направлены на то, что он и его команда очень мощно, активно работали над тем, чтобы инфраструктуру города и создавали социальные какие-то объекты для детей и семей развивалось поступательно. Очень много планов, планов на развитие нашей Самарской области, не только города, столицы региона Самары, но и других районов. В следующие пять лет продолжится работа по укреплению позиций региона в ключевых сферах – экономике, промышленности и здравоохранения. Мощный импульс развития получит спорт и культура. Только за последние пять лет в Самарской области открыты шесть ледовых арен, 18 спортивных комплексов, семь стадионов и футбольных полей, 117 спортивных площадок. Построены два новых и обновлены более 30 домов культуры. Модернизированы три театра – Самарт и Театр кукол в Самаре и Дилижанс в Тольятти. Продолжают возводить здания для театра «Грань» в Новокуйбышевске. Готовятся к открытию первый в стране филиал Государственной Третьяковской галереи. Все это проходило и пройдет под началом сильного руководителя – всенародно избранного губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Галина Топилина, Николай Сидоров и Николай Епифанов. События. В Самаре официально стартовал отопительный сезон. Постепенно, в течение двух недель, специалисты коммунальной сферы и ресурсоснабжающие компании будут подавать тепло в жилые дома города. Актуальные задачи обсуждали сегодня в мэрии во время еженедельного совещания, которое прошло под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Кроме жилого фонда, также продолжают подключать отопление и в объектах соцсферы, больницах, поликлиниках, детских садах и других. Все подробности в нашем материале. С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон в жилом фонде города. Процесс пуска тепла не одномоментный. В течение примерно двух недель предстоит проверить больше 10 тысяч зданий и постепенно пустить теплоноситель. Подключение отопления в Самаре, как и годами ранее, началось с объектов социальной сферы. Первыми, с 18 сентября, батареи нагрелись в больницах, домах ребенка и детских садах. Организациях, где люди прибывают либо большую часть дня, либо круглосуточно. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов теплоснабжения начать включение отопления на объектах соцсферы, не дожидаясь наступления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение пяти дней. Даже если днем на улице тепло, ночью температура воздуха опускается и в домах становится прохладно. Проводится работа по пуску теплоносителя непосредственно изначально в социальную сферу. На сегодняшний день подключено уже 60,7%. Во время еженедельного совещания под руководством главы города Елены Лапушкиной подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов в 2023 году. В центре внимания важные инфраструктурные программы, такие как безопасные и качественные дороги. Успех в исполнении этого нацпроекта зависит от нескольких показателей. В частности, оценивают качество отремонтированных дорог, современность используемых материалов и количество техники отечественного производства, которые использовали во время обновления транспортной сети города. На сегодня фактические работы завершены на всех запланированных 42 участках дорог. В настоящее время МБУ «Дорожное хозяйство» осуществляет диагностику выполненных работ. Кроме того, еще 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,5 километра будет отремонтирована вне национального проекта. Также во время совещания отметили особые успехи, которых удалось достигнуть благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году на средства профильных программ благоустроили 4 важных для Самары общественных пространства – 3 парка и 1 сквер. А также обновили 51 двор в разных районах города. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. В Самаре на острове «Зелененький» прошла экологическая акция. В ней приняли участие представители Духовного управления мусульман Самарской области, дети из школы «Яктылык» и их родители. Организовал субботник профильный городской департамент. К экологическому десанту присоединилась и съемочная группа событий. С острова «Зелененький» репортаж Светланы Тимофеевой. Ученица Самарской школы «Яктылык» Раяна Мустафина уже второй год вместе с папой участвует в экологической акции. Вместе с другими детьми и взрослыми она очищает территорию острова «Зелененький» от мусора. Сажать деревья, ухаживать за природой, убирать мусор, потому что мне здесь очень нравится. Нужно как можно больше стараться делать такие выезды, показывать ценность труда и отношение к окружающему природе. Для того, чтобы можно было в последующем ребенку объяснить, что нужно за собой убирать, нужно поддерживать в чистоте. И организаторы, и взрослые участники экологической акции считают, что любовь к природе, любовь к труду и общению вне школы и соцсетей с другими людьми нужно прививать с раннего возраста. Если брать религиозный аспект, то пророк Мухаммад говорил, что чистота – это половина веры. Поэтому если человек верующий, он должен был чистый во всем. Это и чистота тела, и чистота одежды, и опрятность. Также, чтобы территория вокруг, где ты живешь, где ты находишься, тоже должна быть чистой. Поэтому таким образом мы стараемся приобщить детей к религии, не заставляя их, а вот приучая таким образом. Десант почти 140 школьников и их родителей высадился на остров Зелененький с субботним утром. Подобные выезды региональное духовное управление мусульман и Самарский департамент городского хозяйства и экологии организовывают регулярно. Остров Зелененький – один из островов, где люди приезжают, отдыхают, но, к сожалению, после себя оставляет память. Память в виде мусора. За несколько часов с прибрежной полосы участники экологической акции собрали пять кубов мусора. В глубине острова, лесной зоне, высадили порядка 300 саженцев сосен. После завершения уборки всех угостили настоящим татарским пловом, приготовленным в огромном казане. Светлана Тимофеева, Петр Паломеев. События. Настоящее мастерство в точности приземления к групповой индивидуальной акробатике. В Самаре стартовали соревнования на Кубок Вооруженных сил России по парашютному спорту. В них принимают участие более 80 человек из четырех военных округов. Торжественное открытие состязаний состоялось на Площади Славы с участием главы города Елены Лапушкиной. Соревнования пройдут с 23 по 30 сентября на аэродроме Кряж. Тему продолжит Ольга Павлова. Спортсмен Центрального парашютного клуба армии Михаил Мельников влюблен в прыжки и небо с детства. К соревнованиям на Кубок Вооруженных сил России готовился весь летний сезон. В этом году спортсмены из Центрального, Южного, Восточного и Западного округов покажут настоящее мастерство и сразятся друг с другом по ряду упражнений. Точность приземления, групповая, индивидуальная акробатика. Каждый из них, в том числе и Михаил Мельников, надеется на победу. Надо любить просто свое дело и стремиться к результату. Понятно, физическая подготовка, знание упражнений и специфика, отработка. У нас подготовка происходила здесь, в Самаре, на базе Рождественной. Те же самые прыжки, просто по упражнениям отдельные и так далее. В Самаре соревнования на Кубок Вооруженных сил России по парашютному спорту пройдут впервые. В них примут участие более 80 спортсменов. Торжественная церемония открытия состязаний прошла с участием главы города Елены Лапушкиной. Вице-президент Федерации парашютного спорта России, старший тренер спортивной команды ЦСКА, подполковник Александр Иванов поблагодарил самарский филиал ЦСКА за организацию соревнований и пожелал спортсменам чистого неба, мягких приземлений и высоких спортивных результатов. У нас в формате Вооруженных сил проводится три Кубка Вооруженных сил, посвященные нашим великим военным деятельным, и Чемпионат Вооруженных сил. Четыре военных соревнования, и год заканчивается у нас вот этим Кубком. Соревнования пройдут с 23 по 30 сентября на аэродроме Кряж. После торжественной церемонии открытия состязаний для дополнительного заряда бодрости и позитива перед официальными лицами, почетными гостями и участниками соревнований выступил ансамбль песни и танца 2-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии «Ворские казаки», вдохновив каждого на победу. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Жители одного из дворов Новокуйбышевска были приятно удивлены яркими ведущими и красочной развлекательной программой. Праздник двора провели специалисты «Энергосбыт плюс» в рамках межрегионального проекта «Т плюс» родному городу. Подробности Елена Чернявская. Энергетики приготовили развлекательную программу для юных жителей Новокуйбышевска. В гости к ребятам на детскую площадку пришел сказочный герой Теплослав. Ребята складывали напольные пазлы, строили дом из гигантских кубиков и отвечали на вопросы викторины по безопасности и бережному отношению к природным ресурсам. Самарский филиал «Энергосбыт плюс» традиционно проводит мероприятия для детей и взрослых, направленные на воспитание бережного отношения к природе и навыков безопасного нахождения в городской среде. Проект «Т плюс» родному городу – это наш новый формат общения с горожанами, который позволяет получить максимум полезной информации и зарядиться хорошим настроением. Взрослым Новокуйбышевцам мероприятие тоже пошло на пользу. Жители ближайших домов смогли получить подробную консультацию от экспертов «Энергосбыт плюс» по начислениям, возможностям и порядке урегулирования задолженности, по оплате коммунальных услуг, а также о действующих акциях энергокомпании. Это очень замечательно, что такое у нас происходит во дворе. Это первый раз. К нам приехал «Т плюс» и такой для детей устроил, организовал праздник. Большое ему спасибо. Дети очень довольны, играют, бегают. А мы для себя получили очень много полезной информации. Аналогичные праздники уже прошли в Самаре-Итальятти. Елена Чернявская, Петр Поломеев. События. В сквере на площади Куйбышева прошло празднование дня рождения легендарного композитора Дмитрия Шостаковича. У его памятника гости возложили цветы, а позже состоялась встреча-концерт музыкальной общественности. В торжестве приняли участие глава города Елена Лапушкина, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, а также работники театра оперы и балета и других учреждений культуры. Подробнее в нашем сюжете. Провести музыкальный концерт, пожалуй, лучшая возможность отдать дань памяти великому композитору Дмитрию Шостаковичу. Музыканты сыграли у его памятника в честь 117-летия со дня рождения великого автора. А главные деятели музыкальных искусств Самарской области и неравнодушные жители возложили цветы к подножию монумента, которые установили в сквере у театра оперы и балета. Наша с вами миссия, наша задача – это сохранять эту память и заниматься большой просветительской работой, посвященной жизни и творчеству Дмитрия Дмитриевича. Для города день рождения композитора – важное культурное событие, так как именно здесь Дмитрий Шостакович завершил знаменитую седьмую симфонию. Она была представлена публике на сцене Куйбышевского театра опера и балета в марте 1942 года. Я думаю, что эта симфония и музыка Шостаковича будет жить. Она не умрет, она будет всегда подпорой, надеждой для нашего народа. Дмитрий Шостакович причастен и к еще одной значимой странице в истории города. Именно он стоял у истоков городского союза композиторов. Он был создан в конце 1941 года, и легендарный автор стал первым председателем отделения. Хочется сказать спасибо тому, что Дмитрий Шостакович был, что он подарил миру великую музыку. И мы как-то сопричастны с этим. В торжественной церемонии приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Конечно, история Самары, история Куйбышева, история запасной столицы была бы неполной, наверное, не такой красивой без Дмитрия Шостаковича. Сейчас в городе продолжается четвертый международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Он задуман не только как дань памяти великому автору, но и как площадка для раскрытия молодых талантов, которые своей музыкой поддерживают творческие традиции, заложенные Дмитрием Дмитриевичем. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Громко, ярко и масштабно в Самаре завершился 21-й международный конкурс баянистов «Виват Баян». Фестиваль ежегодно собирает молодых музыкантов России и зарубежья. На голоконцерт приехали первые лица города и региона – губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Для зрителей выступил российский музыкант и композитор Сергей Войтенко. Подробности в нашем следующем репортаже. Душевная атмосфера, живая музыка и любимые хиты. В Самаре завершился 21-й международный конкурс баянистов «Виват Баян». Ежегодно в нем принимают участие около сотни молодых музыкантов со всей России. Для начинающих звезд этот конкурс – отличная возможность заявить о себе, а для самых талантливых – уникальный шанс попасть на большую сцену. Для зрителей выступил знаменитый музыкант Сергей Войтенко. Своей виртуозной игрой на баяне он покорил зрителей даже за пределами России. Дружба с музыкальным инструментом, рассказывает артист, началась с детства и стала настолько крепкой, что теперь на всю жизнь. Я просто пришел в музыкальную школу и сказал, что я вот это хочу. Просто тыкнул на этот инструмент. Хотя я рядом ставил рояль, я мог бы быть, наверное, конкурентом Мацуеву, но я выбрал баян. Поэтому я ему не конкурент, он мне тоже. В мае этого года Сергей Войтенко отметил свое 50-летие. С юбилеем артиста поздравили губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Глава региона особо отметил патриотическую позицию артиста Сергей Войтенко. Неоднократно бывал на передовой, где давал концерты для военнослужащих, участников специальной военной операции. И он готов встать в любой момент в один строй с нашими героями-защитниками, благодаря которым мы имеем возможность трудиться, творить здесь под мирным самарским днем. И знаете, как же это важно и дорого для наших земляков, для наших героев, когда они чувствуют, что здесь, на Самарской земле, о них не забывают ни на минуту. Спасибо вам огромное за то, что по многому благодаря вам баян вновь становится очень популярным музыкальным инструментом. И сотни ребятишек, которые впервые берут этот инструмент в руки, наверняка очень хотят быть похожи на вас. За труд на благо города и региона Елена Лапушкина выручила Сергею Войтенко почетную грамоту, главы городского округа Самары и нагрудный знак. Артиста поздравили, поклонники, друзья и коллеги. Я пять лет работал переводчиком международного фестиваля «Виват Баян». Бок о бок Сергеем Войтенко с его командой. Мой cher Сергей, я te souhaite la plus joyeuse de tous tes anniversaires, de toutes les années, qui ont suivi ton tannessance. На сцене Самарской филармонии певец исполнил любимые всеми хиты «Мы с тобой одной крови, просто надо любить, не гони коней». Песни музыканты объединяют людей разного возраста, национальности, учат добро, помогают жить и воспитывают любовь к родине. Дружба одна на всех, дружба одна на всех, и песня одна, и дорога. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Константин Головин. События. Самарский театр драмы «Камерная сцена» открыл свой 30-й юбилейный сезон премьерой спектакля «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Бампилова. Жанр спектакля театр обозначил как летнее наваждение. Из зрительного зала репортаж Светланы Тимофеевой. Дарья Волк приехала в Самару в гости из Челябинска. Театром увлекается с детства, поэтому субботний вечер девушка решила провести в камерной сцене. Я хочу насладиться искусством, я хочу уйти с настроением именно вот этого ощущения слез на глазах от счастья. Я очень люблю театр, я очень люблю все, что связано с театром. Очень люблю, я вообще актрисом обрезвонилась сама. Вот, поэтому хочется, конечно, какого-то вдохновения, творческого подъема, хочется насладиться игрой актеров. 23 сентября в Театре драмы «Камерная сцена» начался 30-й юбилейный сезон. Открылся он постановкой по пьесе советского прозаика и драматурга Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». А сейчас, чтобы декорации не упали, актеры не забыли роли, не случилось какой-то катастрофы, надо обязательно, чтобы вы сказали ни пуха, ни пират, а мы невежливо ответили. Спектакль рождается в тот момент, когда его первый раз смотрит зритель, и мы видим его тоже глазами зрителя. При жизни Александр Вампилов, как драматург, не был востребован. За два дня до своего 35-летия он трагически погиб у берегов Байкала. После его смерти режиссеры театров буквально выстроились в очередь, чтобы поставить спектакль по его произведениям. Пьесы играли на сценах театров имени Ермолова и Станиславского и в Ленинградском Большом драматическом театре. Мы в прошлом году в юбилейном для Александра Вампиловна «85 лет» поставили спектакль по маленькой-маленькой его пьеске «20 минут с ангелом», но нам не хватило общения с Вампиловым, поэтому мы в этом году взяли его последнюю пьесу «Прошлым летом в Чулимске». Жанр спектакля «Прошлым летом в Чулимске» театр обозначил как летнее наваждение. На сцене один день жизни маленького таежного городка. Все герои влюблены друг в друга. Никто не хочет верить, что все пройдет и ничего не повторится. Ни первая любовь, ни эпоха начала 70-х. Светлана Тимофеева, Петр Паломеев, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В октябре в Самаре пройдет Транссибирский арт-фестиваль, сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Художественный руководитель-музыкант с мировым именем Вадим Репин – один из лучших скрипачей современности. 24 октября зрителей ждет камерный вечер в Самарской филармонии. Народный артист России – победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Кавалер Ордена Почетного Легиона Вадим Репин выступит вместе с лауреатами международных конкурсов «Еленой Тарасян», «Ильей Тарасенко», «Петром Кондрашиным», «Вадимом Руденко» и «Александрой Тихоновой». А 26 октября состоится симфонический вечер с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко и скрипача с мировым именем Вадима Репина. Люди с инвалидностью могут воспользоваться онлайн-сервисами и получить ответы на частые вопросы в разделе «Возможности для инвалидов на госуслугах», напоминают в телеграм-канале Департамента опеки. Популярные сервисы для людей с инвалидностью в 2023 году – получение справки о размере пенсии и выплатах, доставка пенсии и социальных выплат, обращение в бюро медико-социальной экспертизы, оформление бесплатной парковки, получение технических средств реабилитации. На портале госуслуги можно найти 53 услуги для людей с инвалидностью. Из них 25 – федеральные, остальные – региональные. В Красноголинском районе Самары прошло оперативное совещание с начальниками отделов и представителями ресурсоснабжающих организаций. На повестке были рассмотрены вопросы благоустройства и санитарного содержания территории района, своевременность вывоза мусора, а также уборка придомовых территорий, сообщают в районном телеграм-канале. Управляющими микрорайонами озвучены проблемные вопросы по содержанию подъездов и входных групп многоквартирных домов. Все обращения приняты в работу для исполнения в кратчайшие сроки. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok